Взбухнули в Забайкалье. Причина — сухая и жаркая погода. Специалисты обнаружили 13 очагов на площади в 600 гектаров. Всего в Сибири огнём охвачено 17 тысяч гектаров лесом. Спасатели продолжают работать в усиленном режиме. Елизавета Родина следит за ситуацией. В Бурятии за прошедшие сутки возникло 19 новых природных пожаров. Площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч гектаров. Огнём охвачены в том числе местный заповедник и национальный парк, где пламя начало распространяться из-за ударов молний. Пожары бушуют в 14 районах республики. На борьбу с ними направлены более тысячи человек. Это пожарные расчёты, сотрудники МЧС, парашютисты-десантники и добровольцы из местных жителей. Менее критичный, но всё ещё сложный остаётся ситуация в Иркутской области. Там горят 3000 гектаров леса. Большинство очагов возгорания удаётся сразу же локализовать благодаря авиапатрулированию и оперативной работе пожарных. Но каждый день появляется угроза новых возгораний. Виновник, в первую очередь, погода. У нас достаточно долго сухая и ветреная погода была. Температура даже на северах доходила до 35-38 градусов. В это время очень тяжело, скажем так. И достаточно много сухих гроз. В это время очень тяжело и тушить. И большая вероятность перехода пожаров в верховой. Когда, скажем так, тушение возможно вследствие только рано утром и поздно вечером. На территории регионов, в которых бушуют пожары, действует режим ЧАЭС. Посещение лесов всем, кроме тех, кто задействован в тушении, категорически запрещено. Однако это постановление зачастую нарушают. Так, прокурор Челябинской области потребовал от виновника лесного пожара возместить ущерб в размере 4 миллионов рублей. Суд рассмотрит этот иск в ближайшее время. К настоящему моменту пожары в Челябинской области удалось локализовать. Но последние дни там стоит очень жаркая и сухая погода. Даже в тени больше 30 градусов. В местных лесничествах ожидают пожаров. В режиме повышенной готовности сейчас работают службы 30 районов. Объявлен четвертый класс пожарной опасности. Елизавета Родина, ТВ-центр. За 10 лет работы общественная палата стала органом качественной экспертизы и эффективной площадкой для диалога между гражданами и властью. Об этом заявил сегодня Владимир Путин, наступая на юбилейном пленарном заседании организации. Президент поздравил всех собравшихся с ознаменательной датой и отметил, что авторитет палаты растет. К ее позициям и предложениям прислушиваются представители власти и эксперты. Организации удалось реализовать большое количество важных инициатив, направленных прежде всего на развитие нашей страны и на улучшение жизни людей. Было проведено немало масштабных акций по сбору средств для жителей российских регионов, которые пострадали от различных стихийных бедствий. За прошедшие десятилетия немало важнейших инициатив палаты получили законодательное оформление или активную поддержку правительству. Это содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчества. Создание условий для общественного контроля за работой органов власти. Запуск системы общественного мониторинга единого государственного экзамена. А также организация общественных наблюдательных комиссий за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, регулирования игорного бизнеса и некоторые другие направления. Особо хотел бы отметить вашу поддержку некоммерческого сектора. Минфин считает необходимым провести перезагрузку госпрограммы. Об этом сегодня заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме. По его словам, расходы бюджета следует перераспределить пользу наиболее нуждающейся категории населения. По подсчетам экспертов, на сегодняшний день менее половины россиян, кому необходима финансовая поддержка, получают государственные выплаты. Силуанов подчеркнул, что для социальной защиты граждан нужно создать центр реформ для оценки эффективности госпрограмм. Кроме того, министр подвел итоги расходов за прошедшие годы. Если сравнить бюджеты 2008 и 2015 годов, то мы увидим, что за 7-летний срок доля расходов на социальную политику выросла с 9,1% до 14,3% ВВП. Расходов на оборону с 5,2% до 7,1% ВВП. Доля двух этих категорий в общей структуре расходов увеличилась с 42% до 54% от общего объема расходов. То есть половина расходов — это социалка и оборона. Этой ночью киевские силовики нанесли артиллерийские удары по Докучаевску Донецкой области. Сообщается об одном погибшем и нескольких раненых. Новым атакам подвергся и Донецк. В результате обстрела Ясиноватского района погиб мирный житель. Артиллерийские залпы сложны в окрестностях Горловки и Донецкого аэропорта. Подробнее Алексей Платонов. Очередной бой в Донбассе начинается уже засветло. Сначала слышны звуки обстрела со стороны силовиков. Ополченцы вынуждены отвечать. Под прицелом украинской армии снова окраинные районы Донецка и близлежащие села. Вооружёнными силами ДНР в течение суток отмечается резкое увеличение интенсивности обстрелов населённых пунктов и позиции армии ДНР со стороны Вооружённых сил Украины. Потери среди лишь состава Вооружённых сил составило трое раненых. Среди мира на население две женщины получили ранения. 32 года и 56 лет. Всего Минобороны ДНР зафиксировало более 80 нарушений режима прекращения огня. В Куйбышевском районе Донецка в жилые кварталы попали запрещенные международными конвенциями зажигательные снаряды. Обстреляны также блокпосты ополчения на подходах к городу. Кадры, полученные с камеры сбитого беспилотника ВСУ, очень напоминают то, что показывали во время операции армии США в Ираке и Афганистане. Видимо, украинское командование тоже требует наглядных отчётов. Никаких расследований, преступлений, серьёзных, совершённых в контексте карательной операции, которая так застенчиво называется антитеррористической по-прежнему, не проводится. Стрелы продолжаются. Грубые нарушения минских договорённостей. И гибнут мирные люди по-прежнему, к сожалению, в том числе дети. Безнаказанность – это мощнейший тормоз на пути национального примирения на Украине. Несмотря на обстрелы, в Донецком парке имени Ленинского комсомола накануне звучала музыка. В День памяти и скорби по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны всемирно известная пианистка украинского происхождения Валентина Лисица дала концерт «Реквием». В 1991-м она уехала в США и получила гражданство этой страны. Однако в апреле этого года руководство симфонического оркестра «Торонто» отстранило Лисицу от выступления из-за её позиции в отношении конфликта в Донбассе. Для меня, конечно, люди в Донецке были Донбасса, мы просто превратились в семью, в родные. Вот это вот, как мы переживали за них, как мы болели, как мы страдали. Конечно, со всеми жертвами, с детишками, которые сидят по подвалам, которые были здесь пожилыми. Это, конечно, было очень учительное, смотреть, что делать в Донбассе. Послушать концерт пришли несколько десятков тысяч человек. В связи с этим в Донецке было отложено начало комендантского часа. Алексей Платонов, ТВ-центр. Проблемя опять отложено. Обсуждение последних предложений правительства Алексиса Ципроса, с которым он накануне прибыл в Брюссель, затягивается. Кредиторы по-прежнему требуют афин о кардинальных реформ, но многие из них идут в разрез предвыбранными обещаниями греческого премьера. За ходом тяжелых переговоров в Брюсселе следит наш европейский корреспондент Андрей Баранов. Оказавшийся этим утром на всех передовицах понебратский жест главы Еврокомиссии может стоить премьер-министру Греции популярности на родине. После ночных переговоров стало ясно, похлопывание по щеке – знак одобрения со стороны Брюсселя. За то, что казавшийся непреклонным Алексис Ципрос, все же выполнил пожелание. Официально пока не опубликован. Прежде МВФ, Европейский Центробанк и Еврокомиссия должны проверить афинскую арифметику и убедиться, что она действительно повлияет на экономические показатели. Но волна утечек превратила предложение Афин в секрет полишенели. Еще больше категорий товаров и услуг попадут под НДС в 23%, за исключением лекарств, продуктов первой необходимости и гостиничных предложений. Греция не хочет потерять туристов. Шкала налогов станет менее выгодной для состоятельных греков. К тому же будут введены новые сборы на предметы роскоши. Все участники дискуссии хотят, чтобы Греция осталась в еврозоне. То, что греки представили сегодня, определенно прогресс. Но в ходе переговоров стало ясно. Впереди еще много работы. Мы движемся к соглашению. Еще предстоит работа между греческим правительством и европейскими институтами, чтобы во время встречи министров финансов Еврогруппы завтра сделка могла быть подготовлена. На то же надеется и председатель Европейского совета Дональд Туск. По его словам, уже завтра вечером главы Минфинов стран Еврозоны могут подготовить финальный документ, который может быть подписан лидерами государств уже в четверг. В этом случае Афины успеют получить последний транш от кредиторов. Только для того, чтобы из 7 миллиардов евро отдать обратно в те же руки полтора в виде процентов по предыдущему долгу. Напряжение между защитниками европейской валюты и сторонниками выхода страны из Евросоюза в Афинах возросло настолько, что привело к беспорядкам на вчерашней проевропейской демонстрации. Устин парламент. Играя по правилам в Брюсселе, Алексис Ципрос рискует посеять раздор в рядах собственной правящей партии. Депутаты от радикальных левых в Афинах уже заявляют, что предложения премьера ни за что не пройдут парламент. Мол, они идут в разрез социальной программы греческого правительства. Что до европейских лидеров, то они снова соберутся в Брюсселе уже послезавтра, чтобы либо поставить подпись под новым греческим пактом, либо объявить о крахе переговоров и призвать готовиться к худшему. Андрей Баранов и Евгений Полойко. ТВ-центр. Брюссель. Бельгия. Сотрудники Крымского ФСБ задержали нелегальных торговцев вином. Два гражданина России пытались продать в Симферополе 150 бутылок Хереса полувековой выдержки на сумму 10 миллионов рублей. По факту незаконного сбыта товаров без маркировки возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф. Подробности у Бориса Максудова. Обычный рейд против торговцев нелегальным алкоголем удивил бы даже искушенных коллекционеров вина. В коробках оперативники обнаружили не просто бутылки без акцизных марок. Из Крыма пытались вывезти редкий сорт Хереса полувековой выдержки. Такого вина в магазинах не найдешь. Что здесь делаете? Они попросили купить на нашу коробку. За одну бутылку этого крымского Хереса ценители готовы выложить до 5000 долларов. 150 бутылок из коллекции частного винзавода продавцы оценили в 10 миллионов рублей. И это в три раза меньше реальной рыночной стоимости. Вы можете это увидеть только здесь, потому что это милка отечественного виноделия. Я приглашаю вас в святая святых. В этот подвал легендарной массандры туристов не водят. А здесь хранятся особенно редкие вина из самой большой коллекции вина в мире. Некоторые бутылки стоят как автомобили бизнес-класса. Крымский Херес 65-го года урожая, такой же, как пытались нелегально продать, здесь тоже есть. Он пользуется особым спросом. Любой из этих напитков будут рады видеть на мировых аукционах. Но вывозить и продавать коллекционное вино из Крыма пока нельзя. Правила его лицензирования только готовятся. Хранитель коллекции уверена, торговать такими напитками из-под полы – это кощунство. Вы знаете, вино на самом деле – это огромная философия. И оно не терпит грязных рук, соответственно, грязного к себе отношения. И поэтому, если вы покупаете на вот этом черном рынке вино, мое глубочайшее убеждение, что вы напрасно тратите деньги. Попавшее в руки торговцев коллекционное вино было произведено и хранилось на частном заводе в Симферополе. Как его удалось вывезти из подвалов, будет выяснять уже следствие. Сейчас на предприятии ведется проверка. Торговцам коллекционного вина грозит до шести лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Все это время крымский херес будет официально считаться вещественным доказательством. И от этого редкое вино в цене только выиграет. Борис Максудов, Юрий Ламзин, Дарина Сафонова, ТВ-центр, Крым. Москва готовится к открытию масштабного фестиваля «Книги России», который уже в этот четверг стартует на Красной площади. Мероприятие станет кульминацией программы «Года литературы», которая сейчас проходит в нашей стране. Посетителям фестиваля представят продукцию 300 издательств, которые привезут на ярмарку 100 тысяч книг. У гостей будет возможность пролистать и купить художественные, детские, научно-популярные, учебные книги, а также познакомиться с антикварными и электронными изданиями. Ожидается, что фестиваль посетят более 300 тысяч читателей. Такого, пожалуй, на Красной площади, чтобы 4 дня проходило мероприятие, и в каждый день мы ждем от 50 до 100 тысяч человек посетителей Красной площади, пожалуй, что и не было в новейшее время. Но, тем не менее, вспоминаем традиции. В 18-19 веке на Красной площади было достаточно много книжных лавочек, куда стекались представители тогдашней московской читающей публики. И на этом пока все. Далее прогноз погоды. До встречи!